Инициативу архангельского издательства о выпуске сказки «Судное дело Ерша с лещом» мурманская писательница и иллюстратор Екатерина Панфилова подхватила без долгих размышлений. Новыми картинками для знакомого многим с детства Ерша Ершовича она оживила произведения. Стили подачи при этом остались нетронутыми. На кропотливую работу Екатерина потратила несколько месяцев. Потом мы начали рисовать как-то плотно, вот уже с начала января. И все это длилось до апреля. Январь, февраль, март, апрель. То есть это достаточно долго. Некоторые иллюстрации мне приходилось перерисовывать, некоторые по три раза. И, в общем-то, такая была работа, серьезная проделана. Свою жизнь с творчеством Екатерина связалась семь лет назад. О давней мечте женщина вспомнила во время путешествия. Вернувшись, оставила работу архитектором и с головой окунулась в мир литературы. С тех пор с помощью истории она заставляет включать смекалку, смеяться или размышлять о смысле жизни и малышей, и взрослых. Ее творения бережно хранят сотрудники нашей научной библиотеки. Катя вообще большой друг нашей библиотеки. Несмотря на то, что она уже не в Мурманске живет, переехала в другой город, но она всегда находит возможность передать новинки для наших юных читателей. И хорошо еще то, что все эти книги, они оцифрованы и представлены в электронной библиотеке «Кольский север». То есть, если даже вы вдалеке от Мурманска и хотите обратиться к этим книжкам, вот можно зайти туда и полистать с ребенком, посмотреть. Герои книг Екатерины Панфиловой хорошо знакомы посетителям областной научной библиотеки. Например, Ашуни. Это маленькие, но очень трудолюбивые рябиновые гномы. Или Слон и Хамелеон, которые собрались вместе на дружеском чипите. Прочитать судное дело «Ерша с лещом» получится только, если издание книги поддержит книголюбы. Сбор средств на печать и переплет запущен на краунфандинговой платформе. Автор проекта и все, кто приложил руку к его воплощению, будут рады любой сумме. QR-код с ссылкой на сайт вы видите на экране. Евгения Гречуха, Максим Чинкин, ТВ21+. Субтитры создавал DimaTorzok